Продолжаем разбираться с экспрессионами. After Effects работает со всеми параметрами как с числами, то есть как с цифрами. И он позволяет уравнивать разные параметры между собой. Каждый параметр может иметь одну, две, три, либо четыре координаты. Например, параметр Opacity у нас имеет одну переменную. Параметр Rotation тоже одну переменную, которая измеряется в градусах. Здесь проценты, здесь градусы, но мы при помощи экспрессионов можем уравнять их по курсу один к одному. Точно так же Scale у нас имеет две переменных. Хоть они и связаны друг с другом, но мы можем разлочить их. И тогда они у нас будут существовать по отдельности. Position имеет две координаты, Anchor Point также две координаты. Но если мы включим 3D для данного слоя, то у нас здесь появляется... Position становится трехкоординатным, Anchor Point трехкоординатным, Scale тоже трехкоординатным. И даже Orientation, который до этого был Rotation, то есть у нас появляется три разных Rotation, которые однакоординатные, но Orientation, который включает в себя все эти три параметра, имеет три координаты. И как это влияет на наши экспрессионы? Допустим, до этого мы связывали только одинаковые параметры друг с другом. Но что нам мешает связать разные параметры друг с другом? Поскольку и то, и другое число мы можем связать одно с другим. Я могу, к примеру, связать параметр Opacity, нажимая сальтом кликаю, и привязываю его к Rotation. Сказал бы, что за чушь, но давайте посмотрим, что при этом происходит. Видите, у нас Rotation равен нулю, и Opacity равен нулю. Теперь, если мы вращаем наш круг, чем больше мы его вращаем, тем светлее он становится. Или, например, для того, чтобы отключить данный экспрессион, мне достаточно вот здесь вот кликнуть на это равно, и он не работает. А что, если мы пытаемся привязать однакоординатный параметр к двухкоординатному? Например, я могу взять Rotation и привязать его к Position. И что здесь произошло? Здесь Transform, Position и в скобочках 0. Что значит этот 0? Любой программист знает, что такое 0, потому что нумерация исчисления всегда идет с нуля. То есть мы привыкли считать 1, 2, 3, 4, 5. Программисты считают 0, 1, 2, 3, 4, 5. И у них там то, что для них 9, для нас 10. И что это за 0? 0 это значит первая координата из трех. Мы привязали его к Position, значит, это первая координата, вот эта вот, применяется к данному Rotation. То есть 960 превращается в 960 градусов. А это 2 полных оборота плюс еще 240 градусов. Теперь, смотрите, если я начинаю возить эту штуку, видите, по кадру у меня меняется Position и сразу меняется Rotation. То есть нам достаточно, если мы хотим сделать движущуюся по кадру детальку, нам достаточно анимировать только одну координату по горизонтали. Но, смотрите, когда я двигаюсь по вертикали, у нас вращение не происходит, потому что у нас привязана первая цифра к вращению. А как нам привязать, допустим, вторую цифру к вращению? Первый вариант — это просто вот здесь вот вбить не 0, а 1. Теперь, когда мы вводим по вертикали, он вращается, когда по горизонтали, он не вращается. Второй способ — еще проще. Можем взять нашим кнутом и прямо указать, какую из координат мы хотим использовать для вращения. Допустим, вот я использовал координату 1, все, теперь при движении по горизонтали он вращается, при движении по вертикали нет. А что произойдет, если мы привяжем в обратном порядке двухкоординатную единицу к однокординатной переменной? Произойдет следующее. Сейчас я все это сброшу. Просто отключу. Допустим, я беру позишн и привязываю его к ротейшену. Что происходит? Создается массив данных и вводится первая переменная. Про переменные и про массивы будем говорить дальше, поэтому сейчас я просто упоминаю об этом. Создается переменная темп, которая равняется и первое число, и второе число. То есть в данном случае и первая координата, и вторая будут копировать ротейшен. Все, мы эту экспрессию зафиксировали. Теперь, видите, 28 градусов, это координаты и х, и у. Теперь, если мы крутим ротейшен, вот он двигается строго по диагонали из-за нулевой точки. Также у нас существует, я уже говорил, трехкоординатные переменные. Вот здесь у нас уже, видите, теряется экспрессион, то есть он уже не работает, потому что у нас исчез такая переменная в трансформе ротейшен. Поэтому мы отключим его. И у нас есть даже четырех переменные параметры. Это цвет. Цвет содержит четыре координаты RGB плюс альфа. На этом все, движемся дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова